Добрый вечер! Я приветствую всех присутствующих сегодня здесь. И сегодня мы поговорим на достаточно сложную тему и поговорим с необычного ракурса, потому что мы, конечно, будем говорить об оккультных системах, то есть о системах девенадцати, о системах предсказания будущего, но будем мы говорить на эту тему сегодня именно с точки зрения современной науки. То есть речь пойдет о эксклюзивных материалах, которые я готовил для ряда серьезных конференций. Как некоторые из вас знают, я пролежал в больнице две недели в общей хирургии и на эти все конференции не попал. Так вот, у меня зато есть уникальный материал, который я готовил для научного сообщества. Я его, конечно, буду вам давать немножко в иной форме, но зато вы будете первые, кто вас слышит. И тема моего сегодняшнего выступления – это практики девенации и воспринимающее сознание. Начать мне хотелось с того, что на самом деле в европейской академической среде, среди гуманитарно-научной, в том числе и в искусствознании, наблюдается высокая степень дискредитации предсказательных практик, прежде всего, как ни странно, именно европейских. То есть, если речь идет о восточных практиках, ну, наиболее известная – это, конечно же, Идзин. Менее известная тибетская практика, тоже сакральная тибетская практика Моа, то есть, с ней мы сегодня тоже поговорим. Вот к ним относятся более снисходительно. И, надо сказать, относились более снисходительно изначально. Почему это так? Ну, вероятно, нет пророков в родном Отечестве. Ну, это просто некий факт, да, как есть. Самое любопытное в том, что люди, которые относятся к предсказательным практикам, как к чему-то абсолютно глупому и несусветному, за милую душу доверяют предсказания будущего искусственному интеллекту или всевозможным программам на основе чат-джи-пи-ди. Более того, политические, экономические и прочие прогностики, при всем при том, что они якобы основаны на научных изысканиях и используют весь современный арсенал той же социологии, на всем его многообразии, со всей этой разветвленной методологией. Тем не менее, как пишут профессионалы, которые занимаются этими самыми прогностиками, эти прогнозы очень редко бывают более точны, чем 50 на 50. Это буквально, фактически, золотой колодец по откачиванию денег от этих корпораций и, по сути, случайность на выходе. Вот, если эти случайности копятся, ну, человек считается известным, да, специалистом. Если случайность копится в обратную сторону, ну, от него будут бегать, как от чума. Но на самом деле, речь идет фактически о случайности как таково. Я же один из немногих, кто из научной среды занимается не только историей, так сказать, предсказательных систем, но и исследует их практики. А самое главное, ставлю крайне неудобный вопрос. Вопросы относительно того, как они работают. Потому что, на самом деле, понимаете, девенация, она ставит перед нами очень неудобные вопросы, которые совсем не безобидны. То есть, нам кажется, что, ну, вот, хорошо, если работает, да, Таро или Руны, или плохо. Вот, мы можем верить в то, что прогнозы сбываются, или не верить. Но, если мы в это верим, если, более того, мы можем доказать, что это действительно работает, то это требует от нас пересмотра вообще всей мировоззренческой системы как таковой. Потому что, в данном случае, если она работает, то она работает посредством того эгрегора, которому она адресует нас. Если же она работает каким-то другим образом, то это всегда мы можем списать только на случайность. То есть, либо она работает, как она должна работать, либо она не работает. Другого здесь нет. И это, на самом деле, очень важный момент, потому что, получается, через доказательства функционирования систем дивинации можно открыть целый ряд, казалось бы, давно закрытых мировоззренческих вопросов. Я имею в виду, естественно, в научной среде, а не в среде оккультной. В среде оккультной, как правило, такие вопросы в принципе не ставят. Ставят изначально открыт. Однако, сегодня меня будет интересовать как раз не вот этот вопрос, на который, на самом деле, у меня нет однозначного ответа. У меня есть достаточно объемный и, так сказать, я бы даже сказал, один из самых масштабных проектов, который, в принципе, когда-либо замышлялся в сторону карт, карт второго. Но вот выгорит, вы об этом узнаете к концу года. Не выгорит, там для этого нужно столько денег, что десятки миллионов денег, чтобы этот проект реализовать. Но если как бы он реально выгорит, то мы узнаем, работают эти карты или нет. На самом деле работают. Или мне кажется, что они работают. Сегодня же мне бы хотелось рассмотреть, как работают предсказательные системы на том уровне, на котором с ними может смириться и принять их современная наука. Она, конечно же, этого не делает, но, так как это был текст доклада, обращенный к ученым, то, соответственно, моя цель была показать, что на самом деле дивенционные системы работают не только на вертикальном уровне, который я здесь как бы купирую и выношу за скобки, но и на уровне горизонтальном, на уровне лежащем между, собственно, инструментами предсказания как таковыми и воспринимающим сознанием, минуя любые отсылки к существующему или не существующему округлому. И здесь еще один вопрос, который стоит прояснить, прежде чем мы будем смотреть, собственно, предсказательные практики. Казалось бы, для того, чтобы объяснить, там, скажем, пользу или вред, или метод работы этих практик на горизонтальном уровне, можно выработать некую одну схему для объяснения всех этих практик. Но оказалось, что это совсем не так. И мы сегодня рассмотрим пять совершенно отличных предсказательных практик между собой, и вы увидите, что если мы отключаем вертикальный уровень, уровень непосредственно обо объяснении через эгрегор. На горизонтальном уровне эти дивинационные практики будут работать с нашим сознанием совершенно различным образом. А я, как человек, так сказать, не приверженец абсолютизации чего бы то ни было, считаю, что всегда предсказания присутствуют как горизонтальные, так и вертикальные уровни. Более того, на самом деле, и тот, и другой уровень могут совершенно в разных пропорциях присутствовать. Вот. Я не исключаю возможности чуда, да, но я и не исключаю возможности таких раскладов, которые будут работать, в принципе, на уровне более чем объяснимым с научной точки зрения. И именно этот блог мы сегодня и будем смотреть. Окажется, что разные предсказательные практики совершенно по-разному взаимодействуют с нами как таковыми. И, зная это, мы, естественно, используя их, сможем извлечь максимальную, так сказать, пользу для себя. Не только получив знания о будущем, прошлом, так и так далее. Начнём мы с самой униженной и оскорблённой в европейской традиции практики, практики, которая буквально стала притчей в языцах, это предсказания на кофейной гуще. Ну, гадание на кофейной гуще – это прям классика, так сказать. По сути, то же самое, что «ткнуть пальцем в небо». Фактически, это синоним, да. Однако, можно «ткнуть пальцем в небо» и вполне там конкретный объект указать. Это очень интересная и очень странная практика, потому что, вы знаете, с одной стороны, она самая простая, а с другой стороны, это самое сложное из мнений. Сегодня нами рассматриваем предсказательный практик. С одной стороны, вы никогда не научите ни картам, ни рунам, ни там даже кубикам мор, а я уже не говорю про ядзин, а человек за два-три занятия. На кофейной гуще вполне это возможно. Но, когда я получал свои высшие образования, когда я учился в Гнесинской академии на композиции, я быстро смекнул, что, понимаете, по всем второстепенным предметам были толки, толстые-толстые учебники. А, собственно, по главной дисциплине, по специальной дисциплине, по композиции, не было вообще учебников. И это не потому, что дисциплина простая, а потому что она настолько сложная, что про ней даже невозможно написать учебник. Вот примерно то же самое касательно и предсказания на кофейной гуще. С чему-то можно научить. Можно научить готовить кофе правильной консистенции, чтобы из него могла получиться более-менее вменяемая фигура. И можно натренировать человека правильно переворачивать чашечку на блюдечко, чтобы у него там получалось не невесть что, а какая-то более-менее вменяемая фигура, которую его сознание, а точнее предсознание, сможет проинтерпретировать как нечто узнаваемое. Птицу, очертания зверя, символической фигуры, или профиль какого-то известного ему человека. Вообще удивительно, что на самом деле в психологии с середины 20-го столетия достаточно популярны те же тесты Ротшаха, Хольцмана и так далее, которыми до сих пор пользуются и считаются, что относительно субъекта они обладают достаточно высокой прогностической способностью. И при этом гадания на кофейной гуще, которая на самом деле даже визуально от этого почти ничем не отличается, а к нему относятся как к чему-то чумовому абсолютно абсурдному. Вот у меня большое подозрение есть, что вот такая дискредитация кофейной гущи в эту эпоху, то есть именно в середине 20-го века, как раз связана с тем, что это предсказание работает абсолютно на тех же основаниях и абсолютно так же. Поэтому на самом деле оно работает лучше. Потому что те же тест пятна Ротшаха, их некогда некто создал, не вы же их создаете, да, вам их только показывают. А здесь вы создаете это изображение. И в кофейной гуще самое важное, когда человек, собственно, практикует, в процессе изготовления кофе, в процессе размешивания кофе, да, и переворачивания максимально сосредоточится на вопросе, который вас волнует. Это не значит, что на самом деле этот вопрос визуализируется в том пятне, который вы получите на блюдце. Но я, опять же, как музыкант, по-первыхому высшему, я айтист, то есть скрипач для нас, чтобы вам понятнее было. Я отлично знаю, что есть вещи, которые мое сознание не способно проконтролировать. Например, в каком-то совершенно, я выучиваю там вещи медленно, да, потом мои пальцы могут это исполнить настолько быстро, что я не могу контролировать разумом этот процесс. Абсолютно не могу. Я помню, как великий педагог Захар Брон показывал, когда ты играешь какую-нибудь гамму в фантастическом темпе, но он говорит, нет, это не предел. Ты, говорит, теперь попробуй вообще не думать, куда ставятся пальцы. И запусти еще раз. И ты играешь это 10 раз, смотри. И он говорит, вот это могут твои пальцы, а все остальное не может твоя голова. Примерно то же самое происходит в кофейной грузче. На самом деле наши микродвижения, мы их дико недооцениваем. На что они способны. И если человек концентрируется на вопросе, ты сами понимаешь, что этот вопрос будет его ответный, вот теоретический некий, который он представляет перед собой, он будет либо его умиротворять, либо тревожить. И вот все эти моменты внутренние, они не бессознательные, они скорее предсознательные. Они будут с необходимостью отражаться на микродвижениях, если человек хорошо научился делать вот эту простейшую операцию, переворачивание блюдца. И естественно, все остальное сделает его сознание. Он уже включился в определенный поток, он уже включился в определенное эмоциональное состояние. И перевернув это блюдца, он включает некий контур. Понятно, что ваши бессознательные движения никогда не сделают из клякса и кофе портрет того или иного человека. Но ваше сознание способно на это. Ваше сознание вполне на это способно. И на самом деле люди посредством предсказания на кофейной гуще получают уникальные ответы. Другое дело, что эти ответы, они, вероятно, имеют большую ценность не с точки зрения нашего будущего, сколько с точки зрения ответа на внутреннюю проблематику самого субъекта, который занимается данными процессами. Это скорее инструмент самопознания. Но с другой стороны, и не только так. Представим себе следующую ситуацию. Человек хочет узнать, вот он увидел некую вакансию, хорошо ли ему будет там работать или нет. Ну, с точки зрения объективности, как вы понимаете, хорошей или плохой работы в принципе не бывает. Все зависит от ваших целей, задач, от вашего характера, от того, на что вы, чего вы ожидаете, да, и что вы потом получите. Поэтому здесь важно, когда человек спрашивает, хорошая ли это работа, естественно, его интересуют вопросы, как сложится его жизнь в коллективе, да, будет ли ему там комфортно работать, будет ли он получать столько, насколько он рассчитывает. Это, опять же, у всех на самом деле разные притязания. И в данном случае, когда мы делаем подобного рода прогностику, наше бессознательное, оно работает очень и очень хорошо. Понимаете? На самом деле мы можем вполне себе соотнести эту работу с тем, что мы из себя представляем. Другое дело, что на сознательном уровне очень редко мы дадим на это какой-то однозначный и четкий ответ. А вот посредством предсказания мы этот ответ дадим. И знаете почему? Да потому что мы живем с вами в эпоху постмодерна, когда прямое вопрошение к себе, оно вообще закрыто. Оно полностью закрыто. Но представьте себе, вот вам скажет, как какой-нибудь гуру средневековый, индийский или европейский, слушай себя. Но это для современного человека вообще невозможная практика. Непосредственное прямое слушание себя. Там будет десятки противоположных голосов. И чаще всего в итоге человек остановится на ничем чем-то прям противоположенном от того, что стоит выбрать. Это нормально. Потому что мы живем в эпоху, когда внутренний голос у человека, который над этим не работал, голову себе не сломал, над этим он полностью закрыт. А вот обращение к некой технологии, какой является ритуал дивинация, открывает возможность спросить себя самого и самому себе честно ответить, потому что вы уверены, что вы не несете ответственности за этот ответ. Почему в свое время столь разные психологи, вообще диаметрально противоположенные, как Фрейд и Юнг, оба настаивали на ценности работы со сновидениями? Да по той же самой причине, потому что человек уверен, что он не несет ответственности за свои сны. Потому что ему кажется, что это нечто стороннее. Но так или иначе это наш внутренний мир, другое дело, что мы подразумеваем под словом наш. Можно с таким же успехом сказать, что и мы не наши. Но так или иначе вот это вопрошение как будто бы не себя, вопрошение другого, оно позволяет нам получить, по сути, царскую дорогу, прямую дорогу к тому, что вытеснено, отчуждено, к тому, что мы боимся сказать сами себе. Например, работа с точки зрения материального блага может оказаться очень и очень хорошей. Человек думает, нет, ну вот я сюда пойду, меня будут все уважать. Но на внутреннем уровне он абсолютно четко понимает, что она для него совершенно неприемлема, она для него не подходит. Он чувствует это. Но он никогда себе не признается в этом напрямую. Если же через практику дивинации ему об этом скажут там, гуще карты, руны. Ведь ему боги сказали. Судьба такая. И он за это схватится, потому что на самом деле он не хочет туда. Другой пример, великолепный пример. Представьте себе, человек что-то спрашивает. Допустим, на какие-нибудь, на личные отношения вопрос. Как у него сложится жизнь там с тем или иным человеком? Делает расклад и выходит что-то плохое. Этот человек думает, так, надо сделать второй расклад. Так зачем ты делаешь расклад? Ты уже выбрал. Ты уже все понял. Ты уже все знаешь. То же самое по пути. Надо мне это-то делать или не надо? Выпало надо. Думает, нет, надо перегадать. Зачем тебе гадать? То есть, получается, дивинация показывает, что вы уже выбрали. Она уже вскрывает вас вот в этот механизм. Вы думаете, что это равные пути делать или не делать. Вот этот человек или другой. Но для вас они вообще ни разу не равны. И в данном случае дивинация, как ни странно, является не способом определиться с путем, а способом услышать вот это противодействие, идущее ваше изнутри напрямую. Вот этот прометеевский, богоборческий потенциал. Нет, что-то карты не то говорят. Неправильная судьба. Ну, и в этом смысле человек, конечно, способен себя опознать через прорицание. С совершенно другой позиции, знаете. И с одной стороны, эта позиция, получается, когда он действительно не знает, как поступить в этой ситуации. Подсознательно он знает, но вот эта коммуникация между его внутренним миром, миром глубин и миром внешним, она полностью нарушена, как у большинства современных людей. С другой стороны, когда человек реально выбрал уже, но по-прежнему боится взять ответственность за свой выбор. И здесь, когда ему говорят, а нет, нужно делать все наоборот, у него вот это вскрывается, этот механизм, и он начинает все-таки мыслить правильно. Ах, ах, архонты поганые, да? Я свое все-таки возьму. И он принимает ответственность за свой выбор. И это на самом деле хорошо. Это на самом деле очень круто. Ну и естественно, понимаете, предсказание на кофейной гуще, оно уникально тем, что образов здесь получается бесконечное количество. То есть здесь нету никаких фиксированных, предзаданных символов, образов. Вы можете в этом увидеть своего соседа, вы можете в этом увидеть, там, не знаю, доллар или еще что угодно. Какой совершенно конкретный вид дерева, марку автомобиля и так далее. То есть вы можете увидеть все, что угодно, а не какие-то архетипические образы. Поэтому все эти книжки, вот такие толстенные, есть, конечно, кому было не лень написать истолкование всех имеющихся образов, которые могут встретиться в предсказании на кофейной гуще, это примерно как сонники. В тысячи томов, вот, я никогда подобную литературу не читал и желаний, если честно, нет ни малейшего. Потому что, естественно, во-первых, когда она была написана, естественно, с этого момента уже эти образы 10 раз поменялись в культуре, их значения. Это же амплификационные ряды. Они постоянно мутируют, они постоянно пополняются. Понятно, что есть какие-то ядерные архетипические точки, которые живут там достаточно долго, и они-то меняются на самом деле. Просто меняются очень-очень медленно. Но смотреть, чем там будет отречаться на кофейной гуще, там, ворона от сороки, да это только вы можете сами дать адекватный и правильный ответ. Потому что вполне возможно, что лично для вас эта птица обладает колоссальной символной нагрузкой. Понимаете? Это совсем не то же самое, что карты Таро, которые все-таки авторы пытаются сделать такими, чтобы они на всех были сориентированы. Или, по крайней мере, на какую-то определенную группу людей. Здесь это будет нечто обращенное непосредственно к вам. Потому что сначала вы на бессознательном уровне делали это своими руками, не зная об этом. А потом вы это своим сознанием собираете в какую-то фигуру. И опять же, вам кажется, что это ответ другого. Но, как опять же, показывала практика моя изучение рисунков в камнях, отдельная, интереснейшая тема, кстати, если кому не интересно, эта лекция в публично доступе валяется, мудрость камня. Я просто показывал то, что насколько мы видим в тех или иных спилах камней просто совершенно конкретные образы. Но фишка в том, что их там не может быть. Это чистая случайность. Во-первых, сначала в процессе формирования камня, а во-вторых, это же не на камне, а на спиле камня. То есть, а пила идет, где идет. Плюс-минус несколько миллиметров, и вы бы получили совершенно другой рисунок. И то, что эти рисунки настолько похожи на рисунки, сделанные сознательно, сознательной волей человека, это как раз говорит о том, что насколько мы не понимаем сами себя. И то, и другое продуцируется чем-то, что стоит за пределами нашего сознания. И то, и другое порождает этот спил, и картину, которую мы делаем. Условно назовем это предсознательным и бессознательным нас, местом, где сконцентрированы все эти предзаданные изначально импринты, эти фигуры, которые позволяют нам отличить гору, ветку того или иного зверя. То, что формировалось сейчас у нас миллионами лет. Мы даже не знаем, насколько у нас много вот этих вещей, которые мы очень часто пытаемся списать на оккультные феномены, но, понимаете, на самом деле не нужно бояться подходить к оккультному с научной точки зрения, потому что так вы как раз уважаете оккультное, потому что вы не будете приписывать сакральное всему. Вот то, что вы не сможете не объяснить никак с научной точки зрения, то останется для вас чудом, и это будет подлинно и сакрально. А если у вас будет по 25 тысяч синхроний на день, то, ну, есть такой замечательный рассказ у Стефана Грабински, показательный называется, можете прочитать. Замечательный был оккультный писатель, ну, вот, Головин очень любил, ну, ценил. Вот, показательный, там товарищ очень четко везде видит подсказки Бога. Ну, в конце заканчивает примерно как курс копеек. Не примерно, а конкретно. Вот, так что на самом деле, понимаете, когда я пытаюсь показать сегодня, как работает именно горизонтальный уровень предсказательных практик, не нужно думать, что я не предполагаю, что у этого есть другой уровень. Нет, я предполагаю это, но очень часто мы приписываем сакральное тому, где его нет. А это плохо. Видите, если у вас есть четкое понимание того, где наличествует сакральное, где наличествует чудо, и где оно отсутствует, вы значительно ближе к сакральному, чем когда у вас сакральное просто вообще везде накидано, везде вы видите подсказки Богов. Подсказки Богов, они нужны тогда, когда вы сами не знаете, куда дальше. А когда вы сами знаете, ну вы же не тупите просто вот всегда в навигаторах. Вы же не ходите вот так. Если вы знаете, как от вашего дома дойти до соседнего магазина, вы же не используете навигатор. Зачем вам Боги должны так же подсказывать? Ну, они же не идиоты. Они Божи. Что ж, тогда пойдем дальше, посмотрим следующую практику, практику, которая более популярна в оккультной среде, потому что на самом деле предсказания на кофейной гуще, оно и в оккультной среде к нему очень неоднозначно относится. Очень неоднозначно и очень зря. Потому что оно в своем роде абсолютно уникальное. Так же, как автоматическое письмо, здесь речь идет о том, что появится может все, что угодно. Ни одна другая система из общепринятых такого не дает варианта. Это как сновидение наяву. Следующая система прямо противоположена многообразию кофейной гуще, как вы, наверное, догадались уже, это рун. Эта система не то, что немногообразна, она даже не символная. она знаковая. То есть здесь есть знаки. Ну вот у меня максимально разветвленный футарк, я принес сегодня мой на тумбрийский, на дубе вырезанный. Вот видите, понять, что изображено здесь, не имея знаний о рунах, то есть используя чистую интуицию, какую нужно было использовать в кофейной гуще невозможно от слова никак. Сколько вы не разглядываете ту или иную рунку, если вы в упор не знаете, что они значат, а с большой долей вероятности вы примете неверное решение в том, что значит этот знак, потому что это знак. Это знак, как там, знаки на дороге. Они приняты просто, да, некой конвенцией, вы их выучиваете, вот вы знаете, что этот знак обозначает и как при помощи него правильно двигаться по дороге. Да, есть какие-то знаки, которые могут в большей степени вас направить в тот же руна Тира, допустим, Тивас, да, ну, допустим, она похожа на стрелочку, ведущую вперед. Но это совершенно не значит, что она как раз обозначает, что у вас все на этой пути вперед будет хорошо. Как раз руна, которая требует достаточное количество мужества. Это руна, которая может вам подкинуть такую недельку, что мало вам не покажется. Совсем не так, как такая же, казалось бы, стрелочка в метро. Поэтому здесь мы работаем, то есть полностью исключен уровень бессознательной интерпретации он отсутствует. То есть вот вам выпали некие знаки, сколько вы в них не лупитесь, если вы не знаете, что они значат, если вы не знаете культурного контекста, вы никак не сумеете это исполковать. И их очень-очень мало. Мало от слова совсем. То есть если мы вспомним классику, то есть армонический футарк, первый собственно в европейской традиции магический футарк как таковой, там восемнадцатый рун. В классическом старшем футарке двадцать четыре рун. Вот в этом, ну это мой настубрийский, он не совсем обычный настубрийский, в нем тридцать четыре рун. Вообще-то в обычном настубрийском тридцать три рун. Вот так как есть две разных версии начертания рун и гар, то у меня соответственно они обе используются, и их используют либо по очереди, либо даже все. Обе. Гар это, по-моему, это мрачная вроде руна. Руна копья Копья Отина. Но на самом деле очень неоднозначная, амбивалентная руна. Ну то есть не аналог Анзоса? Нет. Это ну, как вы помните, во-первых, с одной стороны грушал этим своих врагов, да, но с другой стороны в кольце Невелунга Вагнера он своего сына, да, грохнул этим же копьем. И причем этого он не хотел делать. Этого попросило сделать прик. Так что копье-то это неоднозначное рун. Поэтому руна это тоже неоднозначное, причем в двух своих версиях оно тоже значит разные вещи. Но это предел, понимаете, тридцать четыре знака, это абсолютный предел. А это значит, что все сегменты нашего мироздания, да, как таковые, будут поделены на эти, там, двадцать четыре, восемнадцать, или максимум тридцать четыре секта. И, казалось бы, при таком, там у нас было вообще все что угодно, да, в предсказании на копейной гуще, здесь все сжалось в кулак. Встает вопрос, а как тогда это вообще работать может? В принципе. А, работает это на самом деле вполне так себе отлично. И работает оно следующим образом. Опять же, на горизонтальном уровне. Никаких уровней связанных непосредственно Одином я сейчас не рассмотрю. А представьте себе, что все, что у вас есть вообще, все, что вы можете помыслить о мире, вы поделили на двадцать четыре сектора. Внутри которые, естественно, связаны между собой и все такое. Так вот, если вы представите абсолютно любую ситуацию, от той, которая происходит здесь сейчас, вот мы сидим, беседуем, общаемся, ситуация, которая у вас была вчера, в жизни, или самый запомнившийся вам какой-нибудь опыт из вашего детства. Так вот, какую бы вы ситуацию не представили себе, в любой из этих ситуаций вы найдете любую из рун футарка. Абсолютно любую. Не может быть такой ситуации, в которой бы не были представлены все руны. Ситуации, которые идут по какой-то конкретной руне, бывают а. в плохом кинематографе, б. В столь же плохой, чаще всего, агитационной литературе. И так далее. И еще не очень у дальновидных и глубокомысленных людей. Да, бывает такое, когда человек уверен, что эта ситуация просто точно по одной руне. На самом деле, если он приблизится, он увидит, да, что доминирует, может быть, одна руна, но все остальные руны там тоже присутствовали в полном объеме. А что это значит? А значит, это следующее. Я абсолютно уверен, что наша психика, ну вообще, на самом деле, биологически, вполне себе живые существа из вида приматов. Homo sapiens sapiens, так сказать. И каждое живое существо в природе, оно стремится к тому, чтобы, во-первых, развиваться, а во-вторых, чтобы ему было в той или иной степени комфортно. На самом деле, это противоположные интенции. Впервые описал еще Фрейд, именно как противоположные. Это лакановские, так сказать, удовольствия и наслаждения и так далее. Но эти качества присутствуют у каждого живого существа. А теперь представьте себе, человек, заполучив вот эту думалку, которая существенно превосходит думалки всех аналогичных живых существ на этой планете, заполучил, естественно, и кучу багов, которые происходят от этой думалки. Любая новая программа, а эта программа с точки зрения эволюции вообще еще бета-версия, вот, она еще даже не выпущена, по сути, она, естественно, очень сильно полагает. И всяких глюков у нас огромнейшее количество. Поэтому человек, чем более, так сказать, человек книжный черт, тем в большей степени у него по жизни глюков множество. Это нормально. Это как раз, кстати, вот Олег сегодня верховну жрицу рассказывал. Вот я только недавно на прошлой неделе прочел только что переведенный роман фрица Лейбора этот Матерь Тьмы. Матерь Тьмы. Последний его роман 77-го года. И вот там как раз аккурат верховная жрица. То есть весь роман ты читаешь, ты уверен, что это по луне. Там две башни, при том, что это старый Сан-Франциско, когда еще там была только Трансамерика и собственно радиобашня. Он между ними аккурат. Там и собака есть, и даже есть рак, но правда в виде заболевания. Вот. Ну все есть. И ты думаешь до последнего, что ну вот реально глюки у чувака, что это вот аккурат, аркан, луна, в чистом виде, при том, что это товарищи пытаются излечиться от алкоголизма, он писатель работает, там в Вирт Сторис пишет рассказы, ну понятно, что странненький, да и в журнале странненьком работает, но в конце неожиданно все собирается, и ты понимаешь, что это от начала до конца было по Верховной Жрице. Товарищи, потому что товарищ настолько начитался всего этого, что его реально в конце пытаются убить, а существо, которое собрано из кусочков тех книг, которые он читал, и оно его души там убивает, вот, не буду спойлерить, чем, собственно, все закончилось, но смысл в чем, в том, что на самом деле это типичный представитель, не только в конце двадцатого века, но и современного, современной эпохи, все наши знания, которые мы нахватались там из школы, у институтов, телеграм-каналов и же с ними, они превращаются в некого монстра, который периодически просто закрывает нам проход, но ничего кроме него уже не видим. Это одни сплошные накопившиеся баги, и для этого естественно нужна перезагрузка, конкретная перезагрузка. И вот здесь руны работают просто великолепно. Человек вытягивает очень мало символов, символы выпадают фактически обозначая огромную отрасль, сфер. И что делает этот символ? По сути, каждый символ является не просто означающим как таковым, но целой батареей означающих, потому что это слово с привлеченным к нему огромным амплификационным рядом. Но если бы руны значили только то слово, которое значит название этой руны, во-первых, некоторые руны мы даже не знаем, что они значат. Та же самая руна перто, может быть, мешочек для предсказания, может быть, груша, может быть, вообще не весь что-то еще, но каждой руне привлечен целый блок комплификационного ряда, который накопился за магическое время использования этих рун, там, от гридов он листа до наших дней, и естественно, когда человек вытаскивает такую руну и применяет ее к той ситуации, которую он вопрошал, он в ней видит именно эту доминанту восприятия. Что происходит? По сути, его шахматная доска, она смещается в другую сторону. Он видит ситуацию с другой точки зрения. Происходит параллаксное смещение. То, что в оптике называется параллаксным смещением. Опять же, на своем опыте вам расскажу. Вот только недавно меня резали, опять же, и делают рентген. На нем не пойми что. Делают повторный рентген. Опять не пойми что. Третий раз уже врачей истерик. Не верят что такое может быть. Делают третий рентген. Опять то же самое. Мудрая была врач говорит нет, будем делать КТ. Делают КТ. А это то же самое но в 3D формате. Там как угодно уже повернуть можно. Хоба поворачивают. Со всех сторон кроме вот той которую делал рентген ничего нет. Просто некий бак отблекс такой идет. Почему да ракурса кроме того с которого возможно было сделать рентген ничего нет. Вот это же самое происходит и с нами. Человек попадает в проблемную ситуацию когда он вопрошает там руны но вы же не будете вопрошать руны покупать вам колу в киоске или нет. Вы вопрошаете руны когда вы попали в проблемную ситуацию которую вам решить сложно. И когда вы попадаете в такую ситуацию уже предполагается что наличествует какой-то баг. Уже есть некий глюк. Почему не срабатывает наша адаптивность которая всегда до этого работала. Но мы же не выверли как мамонты понимаете значит адаптивность работает. Когда она не срабатывает по мелочам вот тогда нам и нужна помощь подобного рода систем. Почему рунда. Потому что мы видим в этой ситуации ту доминанту восприятия то означающее то силовое смысловое поле которое не способно ее повернуть. И мы упираемся в нее как в закрытую дверь в то время как вокруг вообще дверей нет. Их даже открывать не надо вы понимаете потому что их нет. И естественно когда мы вытягиваем любую руну понимаете шанс на то что вам выпадет руна которая точно подтвердит и без того все ваши взгляды на эту ситуацию не то что вы их немножко переосмыслите а что она точно их подтвердит оно минимально. Почему да потому что на самом деле даже руна которая будет точно соответствовать вашим взглядам на ситуацию обладает большим спектром значений чем ваш взгляд на ситуацию потому что мы упираемся рогом в некую проблему тогда когда наш взгляд настолько заужен что любое слово даже отдельно взятое описывающее эту ситуацию опишет ее полно вот вот что позволяют руны по сути они снимают с нас шоры и все равно какая выпадет руна руна поможет вам взглянуть на ситуацию немножко под другим углом а сумеет ли это разрешить ситуацию к благу или к худу это простите уже зависит от вашей адаптивности или если угодно от тех богов которые вам помогают подсказка вам дана все уперся рогом обходи не можешь обходить ну как бы на ту эволюция понимаете да если кто-то ну совсем уж одеревенел издор ну другим остальным будет соответственно отличный пример как не надо делать прекрасный пример так что человек отработает свое предвозначение на все сто как я всегда говорил некоторые говорят что вот никчемный человек и показывают на какого-нибудь алкаша который сидит там в подворотне весь обоссаный какой же он никчемный вот мимо него каждый день проходят десятки а то и сотни людей особенно вечером после работы и как вы думаете многим ли захочется сегодня выпить того же пивка которое стоит у этого алкаша обоссанного изблюбанного или немногим вот мне кажется немногим может он пункцию отрабатывает лучше чем прочий проповедник харизмат так что как говорится работайте с рунами дело толковое либо обретете свой путь в смысле по восхождению либо обретете свой путь в качестве примера назидательного другим вот это как говорится бывают презентация или презентация презентация это когда вы сами собой показываете нечто ну например там аркан дурак аркан верховная жрица да любой другой вот я вот в этом так сказать на этой неделе непосредственно показывал аркан десятка мечей да конкретно насчитал десятью инструментами отработала себя в буквальном понимании вот это не репрезентация это презентация а вот то что я рассказывал на лекции это была репрезентация потому что я поделился всем опытом который у меня есть относительно почти шестивекового истории этой карты соответственно видите руны работают на совсем другом уровне потому что они связаны с определенным спектром уже предустановленных значений закрепленных в нарративе да закрепленных в тех описаниях в той школе которая транслирует ту или иную руническую практику ту или иную руническую систему на самом деле чем их меньше тем с большей долей вероятности вы сумеете сдвинуться с мертвой точки поэтому мне кажется что если человек знает что он вот совсем закостенелый зашоренный ему наверное лучше всего работать вообще с грибидовом листом то есть именно вот чем меньше будет знаков тем лучше или вообще с этими с геомантическими фигурами маленькое количество этих знаков они делят мир на наиболее большие пласты наиболее большие отрасли и это позволяет человеку как бы в любом случае пытаться рассмотреть ситуацию с более широкой так сказать точки зрения чем он привык пойдем дальше собственно самая наша любимая система предсказательная которую вам сегодня Олег уже транслировал это карты таро непосредственно отрасль моего применения и как оккультиста и как ученого европейский символический тиздент не знаковый чем собственно в первую очередь отличаются карты таро ну во первых на картах таро изображены уже не знаки а символы этим она принципиально отличается от руки а чем карты таро отличаются от гадания на кофейной гуще они отличаются тем что здесь во первых количество этих образов ограничено ну по крайней мере в отдельно взятой колоде я понимаю что с точки зрения всех существующих в мире колод этих образов почти безграничное количество мы же еще должны принимать в расчет то что карты будут и дальше делаться но с другой стороны в единовременно вы не можете пользоваться сразу же всеми существующими в мире колодами у меня тут только одна реплика существует такая колода транспарент таро где прозра полностью прозрачные карты и получается что образов бесконечное количество то есть мы накладываем три карты друг на друга и сюжет который появляется потому что мы видим все изображения они именно прозрачные я знаю да и мы видим и получается что количество сюжетов но согласитесь конечно что на самом деле это не совсем так работает потому что вы видите конкретных три аркана вы знаете как они выглядят на самом деле но в сочетании они же дают коллизию тут уже важный смысл они дают весьма сомнительную на мой взгляд коллизию я эту колоду очень хорошо знаю пытался ее достаточно долго использовать и мне кажется что на самом деле в большинстве случаев мы получаем просто абракадабру где мы можем различить из каких арканов она конечно состоит эта абракадабра да иногда она может дать эффект наложения интересный но с другой стороны это ничуть не больше чем классические расклады мы сейчас на самом деле просто тупо обленились люди большинство людей тянут карту дня да офигеть какой труд да карту дня напомню малый расклад папапюсу это 21 карта малый расклад да в системе золотой зари в системе магии французской того времени то есть это конец 19 века использовались чаще всего вся колода вся колода все 78 и вы понимаете насколько будет важно то есть мы будем естественно читать сюжет ближайшие карты объединяются по смыслу и так далее но тем не менее картинки которые использованы на этой карте они конечно в картах они конечно же ограничены и они ни разу не индивидуализированы они как раз отсылают нас к культуральным паттернам совершенно конкретным устоявшимся в нашей европейской культуре поэтому не уверен что без объяснения колода таро вот дай ее каким-нибудь туземцам Австралии что они сумеют ее каким-то адекватным образом использовать то есть это все-таки система завязанная на европейской культуре на тех образах которые здесь представлены и это образы сложившиеся складывающиеся на протяжении последних двух с половиной тысячелетий идущие от античной Греции вплоть до наших дней поэтому это конечно образы приближенные к архетипическим образом в то время как на той же самой кофейной гуще вы можете ответом на ваш вопрос получить вполне себе силуэт вашего соседа который отнюдь никаким архетипом не обладает это вполне конкретный ваш сосед то есть этим конечно карты сильно отличаются этим они наверное для нас и интересны потому что карты получается с одной стороны для того чтобы их читать нужно обладать просто сверх энциклопедическими познаниями знания всей культуры Европы в целом как таковой с другой стороны каждая отдельно взятая карта может все-таки быть прочитана человеком вообще с нуля другое дело что он его прочитает в своем каком-то ключе возможно не особенно связанном с ядровым смысловым зерном этой карты но тем не менее так как на нем изображена картинка человек может с ней работать на интуитивном уровне и это конечно сильно отличает карты Таро от руники и от кофейной гущи но о чем бы я сегодня хотел прежде всего сказать в связи с картами Таро да конечно там тоже наличиствуют интересные моменты моменты работы с смысловыми полями как это было в рунах но здесь у нас уже несоизмеримо больше образа да там это было максимум здесь простите 78 это достаточно много это почему карты так долго люди учат да потому что на самом деле наш мозг не особенно то заточен на то чтобы все делить на 78 паттернов это реально много это действительно много но в карте Таро есть еще один интереснейший подбор это система не линейного деления мира как такового а многоуровневая то есть старший аркан делит весь мир на 22 паттерна очень похоже на рунику всего на два элемента отличающихся да ну в сторону 24 или там на 4 в сторону 18 младший аркан опять же делит весь мир и делит это еще несколькими смыслами тузы делят весь мир на 4 составляющих да это вопросы интеллекта рацию вопросы воли интуиции нашего так сказать пассионарного вмешательства в социум вопросы приятия вопросы эмоциональные и наконец вопросы связанные с материальным контекстом нашего существования 4 всего блока но это внутри другой системы сверх этого накладывается система малого аркана от 2 до 10 заметьте туз он как бы сам по себе да туз предполагает от двойки до десятки все что угодно и зачем скажете он нужен да потому что он ставит свою доминанту понимаете одно дело там выгорание а другое дело воли изъявления но и то и другое связано с нашей волевой деятельности и значит если выпадает туз он говорит о всем этом в совокупности и в то же самое время он значит что-то самостоятельное это дополнительный уровень и в то же самое в младший аркан входит еще аркан придворный который опять же даже по той же системе золотой зари фактически дублирует уже малый аркан да рыцарь краулианский соответствует хакма то есть двойкам но на другом уровне потому что это динамическое начало это начало более человекообразное это в принципе фигура как таковая другое дело это либо внешний человек либо то качество в котором вам нужно проявить себя и получается мы в картах видим уже не однорядную систему а многоуровневую которая заставляет нас взглянуть на проблему не просто с иной позиции а сразу нескольких иных позиций и что это значит это значит что карты таро на самом деле это единственная или одна из немногих так будет правильнее сказать динамическая предсказательная система неудивительно что именно ей так часто сейчас пользуются осознанные практики как системы не предсказательные а изменительные потому что карты таро изначально я имею ввиду естественно оккультная таро когда оно было сопряжено уже с каббалой так вот когда карты таро были сопряжены с древом жизни древом это хаим она уже мысленность как система динамическая помимо того что я только что о ней сказал в ней присутствует следующее старший аркан это пути младший аркан и придворный аркан это сферон древа жизни ну и можете туда же еще впаять каббалистические миры и так далее а это значит что во первых каждый старший аркан предполагает возможность продвижения по туннелю как в одну так и в другую сторону а во вторых каждая карта минорного аркана предполагает наличие выхода из нее теми тоннелями которые ведут к другой сфере если вы хотите выйти из не знаю предположим сферы хакмар и рубина то вы знаете какой оттуда путь вы знаете что это аркан императрица и вы знаете какие у него есть тенденции по нисхождению и восхождению и по сути вам дает уже дорожная карта как дальше поступать вы не только получаете некую развернутую так сказать картину относительно того о чем вы спрашивали но вы получаете дорожную карту немножко применив свои знания относительно структуры древа жизни и относительно той колоды которой вы пользуетесь это французская колода или это английская колода если английская то какая вы можете тут же понять как где вы находитесь сейчас на этом древе жизни куда вы хотите и как вам туда пройти потому что это по сути лабиринт с нитью грядную у вас уже нить есть вам ее дали и это именно делает карты таро конечно абсолютно уникальной системой потому что это динамическая система в которой вы видите маршрут не просто некий маршрут который вам сказали вот туда не ходи туда ходи вы видите куда из этой ситуации в принципе можно пойти и какие пути туда ведут а дальше ну включая мозги на это культурная собственно подготовка и нужна потому что я уже говорил это культуральное явление которое сопряжено с тысячей всяких мифов символов знаков которые интегрировались постепенно очень интегрировались в европейской культуре и были наконец-то собраны в таких системах как там золотая заря таро кроули или таро барбры волки именно мифологические да карты которые предполагают колоссальный багаж знаний вот такая интересная система таро но есть здесь еще один интересный момент дело в том что в последнее время я замечаю что очень часто человек видит не в картах таро определенные явления окружающего мира собственно для этого изначально карты создавались ну по крайней мере предсказательные карты а наоборот в явлениях окружающего мира видят те или иные арканы ну первая подобная колода это таро парижа очень известная колода прекрасная колода которая вместо того что мы видели ранее на там на марсельской колоде мы видим некие архетипические образы которые мы должны сквозь их призму да понять а как они реализуются в нашей жизни что смерть там это допустим вовсе не смерть как таковая а не знаю необходимость отказа от какой-то пагубной привычки и так далее но здесь второго парижа напротив мы глядим на карту на ней совсем нету привычных для нас образов а есть фотография того или иного вида парижа для парижанина это просто вообще окружающий его контекст и глядя на привычный для него вид он должен в нем разглядеть тот или иной аркан то есть прямо противоположный механизм и это как хорошо так и плохо на самом деле с этим можно полково работать но у этого есть как у всех явлений в мире своя обратная сторона как известно обратная сторона и тоже есть обратная сторона и не факт что она та же самая что и лицевая так и вот соответственно с этим можно так доработаться что в такую клепоту идти что туда я серый волк не забегал так и вот когда мы работаем таким образом очень часто человек впадает в то что путает архетипические образы с архетипами вот в чем основная проблема подобного подхода понимаете когда вы уверены что вот эта ситуация вот она точно по такому-то аркану а не по каким-то другим еще вы определяете именно по одному аркану а здесь и так далее очень часто для торологов это кстати очень свойственно в итоге когда подобное я делаю в лекциях в качестве примера для учеников я естественно упрощаю как и все что говорится на лекциях но когда человек нечто подобное делает осознанно и он реально видит вот это по этому аркану вот это по этому аркану это очень пагубно потому что на самом деле аркан это всего лишь архетипический образ более того некое даже вторичное его воплощение которое должно нас отсылать к неким силам которые стоят за ним а если мы видим в окружающем нас мире всего лишь арканы по большому счету мы выбрасываем то что стоит за арканами аркан это таинство аркан это аркан это таинство это то что должно было бы нас отсылать к тем подводным течениям которые не могут быть выражены ни в образах ни в словах и когда мы конечно в окружающем нас мире просто видим карты это и хорошо или плохо для поддержания от понуса своего терологического мастерства это неплохо но когда это становится типом мировоззрения это небезопасно вот Григорий просто если позволить такой пример мне кажется он хорошо проиллюстрирует буквально в последнем нашем полете с супругой разбирали то есть вот она какого хрена у нас нахема только третий аркан нахема это богиня богиня не может быть сводиться только к одному аркану богиня больше и она может проявляться через разные да 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 вот называется весь полет протрояет на эту проработку и под конец до меня стало доходить это 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 действительно да да очень часто даже прокаченные ученики спрашивают а вот эта ситуация по какому аркану я говорю по любому а что конкретно в этой ситуации вас интересует там власть типа любовь вот власть это по императору по любому аркану власть я вам могу показать власть через любой аркан но это будет разные идти по власти там любовь по какому аркану да по любому поэтому любовь так разная бывает по любому аркану понимаете речь идет о том что сверх некие потоки которые управляют нашей жизнью они не сводимы к какой-то картинке эта картинка позволяет нам приблизиться к тому или иному аспекту этих потоков божеств и так далее но если мы будем сводить богов действительно к вот этим картинкам шаблонным к которым мы привыкли которые для нас уже не аркан вовсе а вполне объяснимое нечто это конечно может закончиться не очень хорошо потому что это зашоренность это косность а косность она конечно устойчивость все мы любим но устойчивость имеет тенденцию переходить в косность а косность это плохо ибо она негибкая а значит ломается вот такой интересный подход я сегодня хотел рассмотреть применительно к картам Таро и под конец мы посмотрим все-таки азиатские практики прорицания про одну из них скажу буквально пару слов она наименее популярна в России на мой взгляд она уникальна она потрясающая в своей так сказать лапидарности в своей простоте это священное предсказание на кубиках море это тибетский буддизм это сакральная практика вот это практика не профанная как допустим считается предсказание на кофейной гуще это не предсказание на выдергивание лепестков и цветочка и так далее эта практика связана с предсказанием здесь вы видите священные мантры написано здесь слоги мантры и чем оно уникально уникально эта система тем что здесь во-первых предельно малое количество элементов их шесть на этом кубике абсолютно такие же знаки просто я не люблю кидать дважды один и тот же кубик я кидаю два кубика тем более что у меня здесь завязано на разной древесине древесина для меня обладает очень важным смыслообразующим моментом это падук а это у нас амарант и я бросаю сразу два кубика по классике мы молимся 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 долго вот читаем 108 раз читаем мантру вот потом мы очень долго концентрируемся на вопросе держим кубики вот так в кулак нажимаем их вот обращаемся к конкретным божествам и после этого бросаем кубики когда понимаем что вот теперь пора из кубика выпадает соответственно неких два слога но у меня не случайно кубики два разного цвета потому что по классике кидают один кубик дважды но для этого наверное нужно 40 тысяч часов медитировать чтобы хватило энергетического потенциала кинуть этот кубик а потом еще раз кинуть у меня не хватает честно поэтому я кидаю сразу два кубика и у меня есть первый кубик и второй поэтому я знаю в каком порядке у меня расположены слоги этой мантры и далее мы берем книгу здесь маленькая беленькая книжечка работает железно потому что на каждой на каждую так сказать сочетание этих словов ответ или там два-три слова и совсем не философский абсолютно конкретный прямой как в угол дома то есть это не руны где огромнейший амплификационный ряд к одному слову не карты Таро это понимаете даже самая стрёмная в мире маленькая беленькая книжечка не только к картам Таро но к какому-нибудь позорному оракулу который вчера придумали она будет и то более развернутая чем собственно священная книга но в чем уникальность этой системы не с точки зрения ее опять же вертикальной практики там что называется отмолитесь свои 40 тысяч часов медитации вот и у вас все получится но на это уйдет как бы много-много лет около 10 вот но если вы только медитируете если еще что-то делать то вероятно больше ну кто-кто просто я не случайно эту цифру называю просто раньше считалось что сначала говорили что медитация меняет человека потом говорили что нет нифига не меняет потом все-таки когда техника стала получше ученые выяснили что просто после совершенно немыслимой цифры часов медитации человек действительно меняется полностью и по сути сказать что это уже хомо сапиенс нельзя потому что степень интенсивности его восприятия настолько высока она же кластерное восприятие степень этого кластера настолько больше что, по большому счету, он, проживая свои 60-70 лет, он проживает 600-700 лет. Потому что мы просто воспринимаем в десятки, а то и в сотни раз меньше, чем он. Ну, поэтому, конечно, медитация... А какая-то из техник медитации имеется в виду? Да, обычная, хоть на стену, классика. Буддистская медитация на стену. Стена, как известно, не является объектом максимально выразительным и интересным для нашего сознания, поэтому работа с ней лучше всего помогает. То есть это даже не высшая медитация для боги? Это не высшая медитация. Речь идет о том, чтобы максимально интенсифицировать наше восприятие. Медитация на точку, медитация на дыхание, это просто глубокое. Медитация на стену. Классика это на стену. Только не на стену, на которой у вас обои со звездными войнами. Медитация на стену, которая прямая стена, просто оштукатуренная стена, белая. А вот. И чем уникальны кубики Мо, минуя все медитации, буддизм и так далее? Уникально оно тем, что вы можете выбросить разные символы. Там очень все просто. Есть 11 типов вопросов. Точнее, 10 типов вопросов и 11 вопрос другой. Как в анкете, как в анкете, да? Нужно я подчеркнуть. Здоровье, гости. Тогда же гости, это же отдельная головная боль. Вот к вам вышел человек, прислал письмо. Вышел он там из Шанхая, да? Через 30-40 дней он до вас, может быть, доберется. Может быть, нет. И вот вы будете бросать. Съели его там уже тигры? Или, может быть, он походу передумал к вам идти? А может быть, придет скоро? Ну вот. Да кого там? Гости, здоровье, злой дух. Ну это в смысле проклял вас кто-то или нет? Ну вот. Или зарвелся у вас в полтергейст. Вот, соответственно, вы выбираете, что вас интересует. После этого выбрасываете кубики. И вот тут-то европейского человека ждет коллапс его мышление. Почему? Потому что могут выпасть разные кубики. Да, вы несколько раз бросали. А ответ по вашей проблеме будет один и тот же. А могут выпасть, ну, одни и те же кубики, но вы меняли вопрос. Один раз вы спрашивали, допустим, про здоровье, а второй раз вы спрашивали про успешность вашего бизнеса. Выпали одни и те же кубики, и вы-то знаете уже, что это хорошие кубики. А вы лезете, ответ смотрите на этот вопрос, а там все плохо. И вот тут-то человеку европейскому начинает выносить крышу. А это очень полезное вынесение крыши, потому что на самом деле вещи одинаковые, применительно к разным явлениям, работают по-разному. И не бывает хороших или плохих арканов, не бывает хороших или плохих интенций, не бывает уместные или неуместные. Это мой дедушка по композиторской линии, то есть учитель моего учителя, Арам Ильич Хачатурян, вот он всегда у ученикам говорил, не бывает хороших или нехороших созвучий. Вы это уместные или неуместные? Вот вы написали какое-то бредовое звучание, но если вам нужно этим изобразить какого-то коллического персонажа, так это же лучшее звучание, вы понимаете, какое только можно найти. Но если вы попытаетесь его использовать в момент какой-нибудь супероткровенной лирики, то, наверное, это будет странно. То же самое и здесь. Оказывается, что какие-то вопрошания, по сути, могут давать совершенно разный, так сказать, на них будет ответ, просто потому что, причем разные кубики выпадают, да, ответ будет наоборот одинаковый, и напротив. И это очень полезно. Во-первых, чем это полезно? Допустим, мы работаем с картами Тарон. У нас есть там, допустим, 2-3 аркана, которые гарантированно не хочет вытянуть себе ни один оккультист на какие-то важные темы. Но остальное все арканы, которые на самом деле мы можем истолковать позитивно. Тут самое главное иметь хорошие розовые очки, да, не такие, как у меня, да, именно розовые. И вы эфемизируете почти все, ну, разве что десятку мечей сможем. Десятка мечей не продолжится. Но на самом деле ее во многих колодах давно перерисовали. И она означает знание, мудрость. Вот, мудрость, ну, разная бывает. Да, по эквазиатству, да. Краули Жигарин десятка мечей отражает большую часть философии. Мудрость, философия, любовь к мудрости. Вот, открываете, помните, был такой журнал «Знания», там про летающие тарелки писали всякие. Вот открываете знание и читаете мудрость. Вполне по десятке мечей. Вот так. Так вот, здесь же прикол заключается в том, что, допустим, вы спрашиваете про злого духа. Прокляты вы или нет? Вот, сколько у вас шансов на то, что выпадет «за» или «против», а оно и не 50 на 50, но оно и не одно всем остальным. Да, там очень много будет вариантов, когда никакого злого духа нет, против вас никто не работал. Все хорошо. Но есть варианты, есть такая возможность. Или гарантированно присутствует проклятие. И таких тоже будет несколько. То есть, получается, у нас как бы шесть граней и шесть граней. Шестью шесть, да, там, тридцать шесть и так далее. Но, на самом деле, у вас вы получаете совершенно неравномерный и в то же самое время отчасти равномерный блок. То есть, это не так, как у вас в картах второго, если ну уж выпадет луна, то, наверное, ну все плохо. Или десятка мечей. Но все остальное вы можете позитивно приобрести. Здесь такое не сработает. И это очень полезно влияет на наш подход. В рунах, если делаете вы руны чипа, предзадаете, типа, если есть, то перевернутое. Да, если нет, то не перевернутое. Ну, там, может быть, что-то похожее будет, потому что очень много рун симметричных. А то перевернутые, не перевернутые, да. Вы тоже можете себе, ну, неравнозначное количество их выпавших будет. Но здесь очень хорошо вот эта тема проработана. Плюс, очень хорошо, конечно, смещает наш мозг то, что какой-то знак, он реально нехорош и неплох. А вот применительно к этому-то он хорош, а вот применительно к этому он плох. Это же хотел с карты Витаро сделать Уэльд. Помните его классический первый комментарий? То есть там для священника то-то, да. Для человека земли, грубо говоря, то-то. И это руны Бу... Карты, простите, Бу тоже значат совершенно разные вещи. Но, тем не менее, там мы к этому все-таки как-то привыкаем. Есть образ, да, который мы интерпретируем и все такое. Здесь никакого образа. Голая машина. Хоба выпала. Вы смотрите по книжечке. Я до сих пор не все эти знаки запомнил, да. Потому что они настолько много раз повторяются просто в точно той же самой формулировке. А иногда смещаются, да, было относительно одного вопрошения, перерешло относительно другого типа вопросов. Поэтому искренне рекомендую. Почему? Да просто потому, что эта система ни на что не похожа. Вот реально ни на что не похожа. Поскольку она для вас хороша, она настолько же хороша, насколько вы адаптивны. А насколько вы косна, она для вас плохая. То есть, если человек реально будет подходить к тому, что он получил из предсказания, как истину в последней инстанции, то на нем можно поставить крест, даже если на нем ему с первого раза или с первых десяти раз повезет. Понимаете? То, что вы спрашиваете у инструмента предсказания, это совет, как лучший совет вашего друга или учителя, наставника. Но это не приказ боров. Простите. Это не то, что нужно делать. За исключением ёльских гаданий. За исключением, я бы даже сказал, не ёльских гаданий, а за исключением, понимаете, мне кажется, что все-таки какая-то сакральная информация, она получается не через инструменты дивинации. Она получается тогда, когда инструментом дивинации являемся мы сами. Только в таком случае. Все остальное, это может быть сверхмудрая подсказка. Но у нас есть наша воля, и мы всегда, даже против нашего бога, можем поиграть в Прометей. Чем это закончится, это уже сложный вопрос. Просто есть очень пример хороший. Есть пример хороший, но есть и масса других аналогичных примеров из мифологии, которые закончились не столь драматично. И, собственно, последнее, что я хотел сказать, да, это последняя система. Система Идзин, самая известная из восточных предсказательных систем, это может быть... Изначально, кстати, Идзин, это никак не связано с тысячелистником. Просто многие люди думают, что Идзин это во что бы то ни стало веточки тысячелистника. Во-первых, не факт, что тысячелистник, а любые веточки. Я, например, использую березовые. Просто элементарно, потому что они крепче. А тысячелистник очень быстро приходит в износ. Приходится много искать. А зимой это проблематично. А во-вторых, изначально эта практика, как священная практика предсказания Идзин, была вовсе не на тысячелистнике, не на монетках. Кстати, монетки более аутентичны, чем тысячелистник. Ну так вот, изначально она была на черепашьем панцире. Брался черепаший панцирь, на него изливалась жертвенная кровь, он раскалялся на огне, и лопался он. Вот цельная линия, это янская линия. А гнутая линия, или прерывистая, это инская линия. И вот мы получаем снизу вверх, естественно, как и положено, шесть черт, которые интерпретировались согласно канону. Я не понимаю, но если он треснул семь раз или пять, как почему? Но мы же читаем снизу, мы насчитали шесть, закончили. А. Мы же считаем снизу, три грамма и три грамма. После этого все, что вас не интересует, уже дальше. Но постепенно это очень, понятно, сложный способ гадания, в который принимались естественного внимания. Олег очень правильный, кстати, вопрос задал. Потому что это мог делать только очень грамотный адепт. Принимались во внимание и то, что считается нижней линией. Потому что там могло быть какая-то просто мусора, который он не будет считать. А другой сочтет заинскую линию, нечеткую. Потому что это очень сложный способ гадания. А во-вторых, ну все-таки там жертвенная кровь, нагревание черепашьего панциря. Но это явно не для каждого. Черепашек, китайцы, как и все прочее, они едят. Постепенно он заменяется на два типа предсказания. В основном все думают, что это вот именно палочки тысячелестника. Но чаще всего аристократы использовали монеты. А как раз в народе использовали палочки тысячелестника. Палочки тысячелестника это более геморрная практика. Практика рассчитанная на то, что если вам совсем делать нечего, или у вас такое состояние реально, что вы хотите прям вот в это сильно погрузиться, можно эти палочки пооткладывать. И в общем-то ничего дурного в этом нет. Я иногда пользуюсь и этой практикой. Но чаще всего я использую все-таки монеты. Для этого вам понадобятся три или восемнадцать монет. По классике восемнадцать монет, на которых, ну понятно, орел и решка, а можно обычные монеты. У меня монеты специальные. Янская, инская, лимния. Но на самом деле можно просто орел и решка. Вы устанавливаете, что одна сторона инская, другая янская. И бросаете эти восемнадцать монет. Я не люблю почему предсказания на восемнадцати монетах. Потому что монеты нафиг путаются, когда падают. И разобрать, где какая линия, часто не представляется возможным. А здесь же ровно три монеты. Зачем нам нужно три монеты? Затем мы тусуем их и бросаем. И может выпасть что? Может выпасть либо три янские черты, либо две янские, одна лимская, либо две янские, одна янская, либо три янские черты. Все, больше ничего выпасть не может. Так как у нас установлено следующее. Вот это двушка, это трешка. И мы бросаем эти монетки. И получаем следующее. Что мы можем получить? По минимуму, мы получаем шестерку. Это так называемая старая инь. В чем прикол старой инь? То есть, если вы бросили, вот у вас первая черта в гексограмме будет. Старая инь предполагает, что вы будете ее читать, ну, в гексограмме той или иной, как иньскую черту. Но с тенденцией перехода в янскую. А это значит, что вам потребуется использовать две гексограммы для чтения этого расклада. Это, естественно, я еще только об одной черте пока в гексограмме. Может выпасть семь или восемь. Семь – это будет молодой ян, уверенный ян. Восемь – молодая инь, уверенная инь. И, наконец, может выпасть девять. Троечка, троечка, троечка. Все янские черты. Это будет старый ян. То есть, будем читать его как прямую черту, но с тенденцией перехода в прерванную черту. А это значит, я не случайно вам этот гемор рассказываю сейчас, потому что это значит, что использование карт и дзин – бред сивой кобыл. Вы знаете, что бывают карт и дзин. Их использование абсурдно, потому что там будет только шестьдесят четыре элемента. А здесь не шестьдесят четыре элемента. А шестьдесят четыре элемента вы можете получить любую одну из этих гексограмм на выходе. И к ним же вы можете получить бонусом ту гексограмму, которая тяготеет ваша гексограмма. Либо не получить. Это будет зависеть от того, будут ли у вас старые ян или молодые. И так вы набираете, каждый раз бросая эти монетки, там трешка и двушка, да, каждый раз вы их бросаете по три, вы набираете снизу шесть этих черт. После того, как вы набрали шесть этих черт, вы открываете чудесную книгу, лучше ее с комментариями, а лучше еще и с химическими комментариями. Сама по себе книга, понятно, относится еще к времени до новой эры, да, ко времени. Древнейшим примерно соответствует времени греческой культуры, греческая культура, там, эпохи эсхилла. А, но комментарии более поздние, комментарии, как правило, средневековые, в том числе и очень интересные все алхимические комментарии к этой книге. Чем уникален этот тип гадания, кроме технологий, да, которую мы используем? Технологию тысячелистника рассказывать не буду. У нас не хватит лекции, да, потому, после какого раза откладываем палочку? Куда откладываем палочку? Главное, зачем? Вот, потом будете вот так вот раскорячены, вот так вот руки, да, там палочки торчат, вот. Это только все на одну черточку, да, каждый раз, раскладывая на полностью все эти палочки тысячелистника, мы получаем на выходе одну единственную черту, то есть нижнюю сначала, да, и постепенно добираемся до веры. Чем уникальна эта конкретная техника предсказания? Тем, что она дает не ответ на ваш вопрос, а она дает разветвленную даже не то, что тактику, а стратегию поведения. То есть у вас уже каждая черта отзначает определенную тактику поведения, но в совокупности все шесть черт дают стратегию поведения. И это совершенно потрясающе. Почему? Потому что нижняя, получается, триграмма относится к нашему внутреннему миру, верхняя триграмма относится, условно говоря, к внешнему миру. Есть черты доминирующие, вторая и пятая, они между собой корреспондируют. Там очень много интереснейших вещей, но отметим базовые. Во-первых, эти триграммы внешне интерпретировать довольно сложно. То есть это не символьная система, это все-таки знаковая система. Хотя и более близкая к символьной, чем к руме. Далее, чем она интересна? Интересна она тем, что она требует от вас, по сути, выполнения совершенно конкретных приказов, отдающихся вам почти в командной форме. Делай то-то, потом то-то, 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 то-то. И будет тебе счастье. Или не будет. Как-то нельзя. Для европейца это может показаться вообще просто адом. Вы хотели что-то узнать, а вам расписана пошаговая инструкция, да, как алгоритм для компьютера. Что вам нужно делать? Вот, конечно, не совсем как алгоритм для компьютера, потому что все-таки предполагает достаточно вольную трактовку некоторых пассажиров. Но только некоторых. Есть конкретные рекомендации, что выступать нельзя. Есть рекомендации в том, что категорически нельзя сейчас проявлять свою волю, только слушай того, кто над тобой стоит. А есть, напротив, такие, которые говорят, что вот как раз время выводить войско. А вот я не очень понимаю, как раз, почему я и оставил дзен. Там же каждая палочка говорит конкретно. И тут получается, что в одной шестиграмме здесь пишет время выводить войско, а здесь в другой палочке, наоборот, затаить. Но это же последовательность действий. Это же не в одновременности. Во-первых, нижняя триграмма говорит о внутреннем, а верхняя о внешнем. А во-вторых, это же последовательность действий. Это не ответ на ваш вопрос, а это длительная стратегия того, как поступать. Сначала затаиться, а потом, когда будет, тогда уже выступать. Это не в одновременности затаиться и выступать. То есть, это ответ на ваш вопрос на долгий срок. Что и в каком порядке вам нужно сделать. И вот тут-то должен встать вопрос, а каким образом это может работать на горизонтальном уровне. Когда вам, по сути, выдают конкретные приказы. И здесь у меня будет ответ, может быть, достаточно необычный. Представьте себе свою жизнь и свои методы взаимодействия с миром. С вашими коллегами, с вашими друзьями, с тем, что вы считаете духовным миром. Мне кажется, что современный человек может таких стратегий своего поведения набрать, ну, в среднем от пяти до восьми. Как помните, Карл Густав Юнг, когда заморочился с психологическими типами, сначала раскатал губу на шестнадцать, но когда начал их описывать, как-то очень быстро сник с примерами. И, в общем-то, там даже не на все типы есть вменяемые литературные примеры. То есть, он даже не сумел найти в литературе воплощение этих типов, что говорит о том, что они такие уж и невероятные частые. Потому что литература многоевропейская. Юнг вроде человек не совсем безграмотный. Ученики у него были вообще из разных областей. И он уж мог поставить задачу, вот найдите мне персонажа вот на такой-то тип и нашли. Значит, что даже до шестнадцати стратегий мы не дотягиваем. А здесь их шестьдесят четыре. Шестьдесят четыре с тенденцией перехода в черт знает сколько, если мы принимаем во внимание старые молодые и я. А это значит, что если вы просто будете периодически применять к своей практике такого рода стратегии, которые вообще чужды вам, они для вас не свойственны. Вы даже никогда не думали, что такие стратегии вообще могут существовать. Пусть человек, я думаю, что даже очень развитый, не может в своей голове удержать настолько много разветвленных стратегий решения той или иной проблемы. Так а вот, если вы постепенно научитесь эти стратегии проживать, опять же, наша адаптивность к жизни возьмет свое. Мы переламываем, мы разламываем скорлупу клепатичности, мы разламываем скорлупу нашей косности. И самое главное, конечно, еще обламываем такой неприятный момент, который называется практическим рассудком, который очень часто мы путаем нижнего Меркурия с верхним Меркурием. И очень часто уверены, что вот то, что вот нам железно кажется, что это так, это и есть вот некая абсолютная истина. Но здесь мы приучаемся следовать, на первый взгляд, неким абсурдным требованиям, и оно должно приводить нас к позитивному результату. Да почему? Я уже объяснял почему. Потому что наша цель – это стремление к развитию и комфорту. Понятно, что чаще всего получаем либо одно, либо другое, но мы стремимся к тому или другому. И если человек еще не полностью пропавший человек, он будет всеми возможными силами, как поток, который наталкивается на некую непреодолимую преграду, он меняет свое русло и огибает его. То же самое происходит и с ищущим адептом. Если он натолкнулся на некую непреодолимую преграду, любой способ огибания ее, любая рекомендация из Идзин тоже может помочь вам ее преодолеть. Но помимо этого вы приобретаете совершенно колоссальный бонус, который не дают другие предсказательные системы. Вы получаете стратегии. Стратегии сложнейшие, многоуровневые. Вы знаете, я сколько перечитывал эту книгу, мне очень сложно порой бывает отличить применительно какой-то конкретной жизненной ситуации одну стратегию от другой. Я снова читаю, снова читаю, читаю комментарии, читаю алхимические комментарии, естественно, с комментариями современных исследователей. И я потом постепенно начинаю отличать ту тончайшую, как лезвие, грань отличия одной стратегии от другой. И вот когда я понимаю, я совершаю ту операцию, которую Деррида называл «различание». Это умение отличать одно от того же самого. В отличие от различия. Специально введенное безграмотное слово, «дифферанс» на французском, которое на русский переводят как «различание», противоположность различия. Ну, в быту, у каких-то там мужиков в гаражах будут говорить, ну вот есть пиво, а есть пиво. Это правильное развлечание по Деррида. И вот здесь мы проводим то же самое. Возможно, если вы прочтете в первый раз эту книгу, вам покажется, что вы пользуетесь, в общем-то, этим же набором стратегий, только они все одинаковые. Но вот когда вы научитесь все-таки отличать их, вы поймете, насколько многообразней может быть само вопрошание проблемы. А когда вы это узнаете, вы больше не будете ставить идиотских вопросов. Потому что самая главная беда вопрошающего не в то, в какую вы выберете систему, какую вы выберете предсказательную практику, какую вы выберете школу, которая говорит об этой предсказательной практике. Самая главная беда адепта – это даже не он сам, а то, как он формулирует вопрос. Потому что то, как вы формулируете вопрос, это и есть, собственно, половина ответа на наш вопрос, если не 90%. Потому что если вы вопрошаете «А что мне сделать?» Ну, простите, снимать штаны и бегать. Потому что человек должен все-таки понимать, что «А» нужно всегда брать ответственность на себя. Он ответственен за свою жизнь, а не какие-то там другие люди, да, «Они», «Эти» и так далее. А во-вторых, человек должен, естественно, формулировать так вопрос, чтобы он, ответ на него мог помочь ему решить эту проблему. А не просто, как я уже говорил, мы с этого начали, когда человек спрашивает «Вот куда мне лучше устроиться? Вот сюда или вот сюда?» Спрашивает, вытягивает карты, выпадает что? Вот суперкарты в одну, да, сторону, и суперплохие в другую. Да, смотрит, смотрит, вот, нет, наверное, перегадаю. Ну, зачем ты тогда так спрашиваешь, правильно? Тогда спроси, вот, если я пойду туда, куда я хочу, а чем это чревато на ближайшее время, чем это ближайшее, на чуть более отдаленное время, да, чем это чревато в духовной моей практике, в материальном плане? Посмотри этот уровень, если он тебя интересует, если ты уже выбрал. И если, возможно, да, это не супер уровень, но это твой путь. Понимаете, да, у нас на пути все тоже не из цветочков. У вас тоже шипы бывают. У нас на пути есть такие вещи, которые, ну, кто читал мою книжку, да, автобиографическую, знает, но есть вещи, я еще туда половину не написал. Не особо пугать, понимаете, людей. Но есть такие вещи, которые врагу не пожелаешь, но они необходимы на пути. Они необходимы. И это часть моего пути. Если бы мне сейчас спросили, поступил я бы в тот или иной момент иначе. Нет, не поступил бы. Не стал бы я ничего менять. Даже в тех ситуациях, которые приводили меня не просто к башне, а к катастрофе. Потому что это и есть мой путь, это его часть неизменная. И человек, который делает расклад осознанно, он понимает, что ему выпало. Да, ему выпало что-то тяжелое, но ему также там выпало то, ради чего он живет. И он принимает этот путь. Он готов по нему идти. Он готов идти по осколкам из стекла. Как в русалочке, или чем себя балуют эти йоги, да, которые занимаются усмирением плоти. Человек готов идти по этому битому стеклу, потому что это ведет его к его цели. И вот это вопрошание, такого уровня вопрошания, оно, конечно, человека делает совсем другим. И если он научился вопрошать таким образом, то, наверное, он готов для того, чтобы уже не использовать критик. Ну, в общем-то, на этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, я могу постараться на них ответить. Да. Вот у меня как раз таки есть вопрос. Вы, когда говорили о Таро, сказали, упомянули, что можно использовать как систему изменяющую. Не только проявлять это. А где можно подробнее об этом почитать или посмотреть? Где-нибудь у себя внутри. Вообще, на самом деле, очень много есть литературы, так скажем, и низкого уровня по изменительным практикам. То есть, литература не то, чтобы плохой, а литература, ну, так скажем, ширпотребной. И она не всегда плохая, да, на эту тему. У того же самого Крейга были вполне вменяемые вещи по изменительным практикам Таро. Про проживание, вживание в арканы. Про практикам про танцовывание перемен, да, перехода с одной карты в другую. Когда человек буквально своим телом, как стигматами, отражал те или иные арканы. Все тело стигматизировалось, да, арканом и постепенно, раскрепощая своего тела и переводя его в некий другой аркан, человек, как бы его перевоплощал, перезагружал вот эту систему. Это, ну, первое, что пришло в голову, опять же, это вообще ликбез. И в то же самое время я не скажу, что это не рабочий ликбез, и что этот ликбез сильно уж отличается от тех сложных, по-настоящему глубоких магических вещей, которые делают адепты, которые зачастую не вербализируют эти практики, которые остаются где-то внутри них самих. Но я вам скажу просто одну вещь. Чем вообще, собственно, занимается маг, оккультист, и чем отличается изменительная практика, да, от практики неизменительной. Вот где-то у нас внутри есть не просто дно, а есть пробка на этом дне, как ванна. И вот если человек может нырнуть так глубоко, чтобы выдернуть эту пробку, туда постепенно начинает эта вода спускаться. Или подниматься, как если, с точки зрения КТР, да, и золотой зари, она туда куда-то засасывается вверх. С точки зрения нашего представления о бытовых, да, явлениях, вода, она вниз как-то засасывается. Так вот, у этого человека начинается водоворот, и этот человек сам становится тем странным аттрактором, который изменяет те вещи, которые происходят вокруг него. Ему не нужна магия, чтобы менять что-то, потому что он сам является магией, он меняет всё. Всё. И если вы спросите, как человек, как бы, как отличить одного от другого, вот по тем изменениям, которые несёт этот человек в этот мир, понимаете. Ну, вот просто вот перед вами сидит вот человек, вот Олег Теленский, он издаёт книги. Эти книги, ну, будем откровенны, они не сделают его миллионером. То есть, это не такое издательство, которое издаёт что-то, чтобы там заработать где-нибудь на виллу в Испании. Это книги, которые не издаются до сих пор тиражами советской эпохи. Мы не сдаём книги, там, 30 тысяч экземпляров, нам даже 3-3 тысячи, как у АСТ, это вообще очуменный тираж, невозможный тираж, понимаете. Это значит, что эти книги рассчитаны на немногих. И вот стал бы человек, который просто, там, хочет просвещать, или человек, который хочет на этом какой-то вклад свой осуществить, или даже элементарно заработать, заниматься всем этим, там, почти 20 лет. Нет. Он бы дошёл до какого-то кризиса, и после этого бы сказал, всё, хана, это никому нафиг не надо, читает это три коллеги и те на голову больные с детства, и всё, сворачиваюсь, больше не буду. Но потом во сне приходит кто-то и говорит, слушай, ты это бросай, вот эту книжку надо издать, а как иначе-то? Вот эту надо, а ты что, совсем обнаглял? Вот ты мне обещал. Слушай, откуда ты знаешь, со Штартака Бэлла? Вот. И после этого человек продолжает это делать, вот это магия. И эта магия со временем меняет всех, понимаете? Вот что такое изменитель. Знаете, немножко в другом ключе я очень полюбила ассоциативные карты, метафорические карты. Я понял. То есть, это психология. И можно эти карты использовать как некие ключи. То есть, есть проблема какая-то, какой-то вопрос, и человек в процессе, там, за час, за полтора, ну, реально решает проблему. Изменительная система, изменительная. И я подумала, что ведь можно арканы Таро примерно таким же способом использовать. Да, конечно. Это более глубже ведь. Я сегодня как раз рассказывал о только немагических аспектах, да, мантических практик. Собственно, они у нас получились именно мантические, а не практики дивинации, ибо в слове дивинация присутствует слово дивина, да, божество. И у нас получились просто предсказательные практики. И да, их можно использовать в психологии как практики психологически изменительные. По всем тем пунктам, которые я сегодня обозначил, плюс по пунктам золотой зари. Я много раз эту технику освещал и на лекциях, да, и, по-моему, даже в книгах, не буду, не уверен насчет книг, просто очень много книг еще не написано, да, что-то в голове написано. Но, по-моему, я писал об этом уже в изданных книгах тоже. Это как раз переходы из нежелательной ситуации в желательную через пути на древе жизни по старшим арканам, где мы реально рассматриваем всю колоду, расположенную определенным образом, как лабиринт, где у нас есть нити рядом. Когда человек действительно вытаскивает какую-то карту, да, это описывает его ситуацию, и он потом говорит, какую он хочет карту получить вместо этой. И вот мы ищем, а какие пути туда ведут. И это действительно может быть сугубо психологической изменительной практикой, но с точки зрения магии она изменительной является лишь отчасти. Помните, Краули, конечно, говорил, что магия – это всякое сознательное действие по пути, да, поэтому, конечно, человек, который просто умеет там табуретки скручивать и делает это сознательно, тоже отчасти магия. Но это его путь. То есть, меняет сам какие-то ситуации? У меня вот тут такой вопрос. Я пытаюсь понять вот это противоречие, которое я нащупал. То есть, с одной стороны, вот, очень сильно откликнулось то, что вы сказали буквально недавно на завершающей октаве, что вот если ты знаешь, что там пиздец, ты все равно должен туда идти, потому что, ну, это заложили боги, да, и не идя через пиздец, ты не получишь ту жемчужину, которая за пиздецом. И в этом смысле какова ценность всей этой суеты ума с изменительными системами? Просто не является ли это вот попыткой сбежать от пиздеца? И причем, нет, просто у меня был такой опыт неудавшейся попытки именно сбежать от пиздеца. Собственно, могу просто рассказать пример красивой, да, когда это ёльское гадание. Ёльское гадание – это приговор, да. Вот, и выпадает мне пятерка чаш, а человеку семерка чаш. То есть мне полный развал, разочарование, там, все, да, и там полное болото. И она иногда говорит, а давай, говорят, мы сделаем такую символическую операцию, я тебе куплю серебряную чашу и подарю, и у нас у каждого останется по шестерке. И я такой, оба-на, как круто обмануть богов, да? Вот, ну, в общем, до сентября... По поводу шестерка чаш, это еще инфантилизм. Нет, вот до сентября это удалось обмануть богов, а вот после сентября, как раз год на ёль заканчивается, аккурат, и семерочка, и пятерочка пришли, что называется, во всех красотах. И я как-то вот из этого, ну, сделал вывод, что, в принципе, сама постановка вопроса о каких-то изменительных техниках, ну, действительно, в этом есть что-то инфантильное, это попытка сбежать от судьбы, да, уподобиться тому же Эдипу, который бежит там из своего дома, думая, что он обманет оракул, а он все равно этот оракул не обманет, и так далее. Вот тем более, что вы же и сказали об этом. Да, я понял вопрос, у меня на самом деле у него сразу же есть железный ответ. Просто, Олег, вы слишком высоко метите. Если метить чуть-чуть пониже, то мы будем видеть значительно другие, совсем другие вещи. Я уже начал с чего? Что нужно отличать сакральное от профанного, нужно отличать подсказки богов от того, что мы сами себе напридумывали, да. Боги не ведут нас, не пасут нас за руку каждый шаг. Они обозначают какие-то важнейшие, да, рехи, которые мы действительно должны пройти, и мы от них не открытимся. Но, есть два но. Во-первых, когда речь идет о человеке начинающем, а начинающий и заканчивающий тоже почти одно и то же, то человек почти всегда под судьбой, на самом деле, за судьбу выдает те вещи, которые он сам себе накрутил. Очень часто. И вот эти вещи научиться обходить, научиться снимать с себя проклятие, самосбывающееся проклятие, которое вы же сами себе и наговорили, вот это нужно. Бывают, знаете, эти позитивные аффирмации покоя, да, бывают такие же негативные, которые сначала нам наши родители накручивали, потом социум, потом мы сами и так далее. Вот чтобы избавляться от вот этого проклятия, изменительные техники, они хорошо работают. И здесь они хорошо работают и в психологии, и в том, что называется магия. Но есть еще одно но. Это уже высокий уровень. Наверное, даже более высокий, чем тот, который Олег сейчас обозначил. Дело в том, что практика, который дошел до того момента, когда он реально чувствует каждый шаг, когда его поворачивают те, кто его ведут, это не так часто случается, но довольно часто. И поворачивают вас вполне конкретно. Вы знаете, что дальше уже нельзя не сделать шаг. Но со временем вы начинаете ощущать себя буквально механизмом. И вот этот момент, он может уничтожить все сакральное. Он предельный, это вот та точка, даотическая точка, да, с которой вы можете пойти в вину, а вы можете пойти в припот. И вот здесь нужна свобода воли. То, что вам боги сказали, что вам нужно дойти из пункта А в пункт Б, совершенно не говорит о том, что вы не можете туда дойти другим способом. И здесь изменительная техника, она вам позволяет ощутить свободу выбора. Вы получите не совсем то, что на самом деле, даже тот случай, который Олег описал, но простите, там-то все-таки выпадала семерка и пятерка на весь год. Ее изменили. Да, может быть, она отыгралась за весь год сконцентрирована, но это же не то же самое. Мы получили и то же самое, и не то же самое. Мы и точно соответствовали божественной игре, и при этом мы не утратили свободу выбора. Мы оказались игроками, а не фигурами в этой игре. Игроками не в том смысле, что мы реально играем в нее, да, но мы оказались живыми фигурами, которые могут перемещаться. Их, да, их могут снова передвинуть, но мы все-таки туда-то сходили. И поэтому речь идет в изменительных практиках. Я, на самом деле, очень редко пользуюсь изменительной. И предсказательной еще речь. Но, честно, мне абсолютно не интересует будущее. Вот, абсолютно не интересует будущее. А то, что касательно меня самого, ну, мне кажется, что за мои много-много лет я уже как-то достаточно неплохо выучил, что там внутри валяется, в каком порядке, да, и умею эти вещи там переставлять внутри. Вот. Поэтому я, конечно, иногда делаю расклады, да, но это достаточно редко. Поэтому человек, который много знает про карты, да, которые пишут самую большую книгу в мире про карты, не знает, что человек, который чаще всех использует. Возможно, реже всех использует. И не потому, что его боится, а потому, что научился пользоваться этим без карты. Вы знаете, костыль хорошая вещь, да, научит человека ходить. Но когда человек научился уже ходить без костылей, ну, зачем он ему? Его можно отбросить, да, и ходить уже без них. Примерно такую же функцию выполняют дивинационные практики. И закончить я бы хотел все-таки какой-то красивой фразой. Знаете, в последней своей книге Элли Фаслери охарактеризовал магию столь же емко, как от некогда Алистер Кровли. Но по-другому. Он сказал, что магия – это топор из каши, про кашу из топора. С одной стороны, нам может сказать, да это же значит обман, да? Ведь каша-то была не из топора, из крупы была. Но мы-то отлично знаем, что из крупы никакой бы каши не было. И солдат ни разу не обманывал этих стариков. Просто на самом деле эти старики не могут пожертвовать крупу на кашу. Реально не могут. Это их абсолютный блок, они жадные. Но он смещает их точку сборки полностью. Они из жадных переносятся в состояние любопытных. И ведь это позитивно. Он полностью трансформирует. Вот они дошли в тупик, они жадные. Но он трансформирует саму эту ситуацию. И они сами приносят. Понимаете, он же у них не отжал эту крупу. Он рекетом не занимался, а он солдат, понимаете? У него оружие, вероятно, есть. О! Они сами приносят. И таким образом этот топор действительно является подлинной магией. Которая пересоздает ситуацию, в которой только что жадные люди становятся не жадными, а любопытными. А сравнивать жадных и любопытных – это то же самое, что сравнивать вечер с пятницей. Это несопоставимое явление. У них нет точки сравнения. Вот что делает магия. Оно пересоздает новую вселенную. Чего я вам всем и желаю. Спасибо.